МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ликвидацию ветхого аварийного жилого фонда и расселение граждан обсудили главы регионов северо-запада в Санкт-Петербурге на завещании при полпреде президента. Участие в нем принял и глава Невинского округа. Доходы в бюджет округа за прошлый год увеличились почти на 16% по сравнению с 2012 годом. Профицит составил больше 160 миллионов рублей. Данные были озвучены на публичных слушаниях по исполнению бюджета. На карте Заполярной столицы появится проезд стивидеров. Где он будет находиться и кто такие стивидеры, далее в нашем выпуске. Ликвидация ветхого аварийного жилого фонда и расселение граждан. Эти темы обсудили главы регионов северо-запада в Санкт-Петербурге на совещании при полпреде президента. Участие в совещании принял в Рио губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. Главы субъектов обсудили задачи расселения аварийного жилья с использованием средств фонда содействия реформирования ЖКХ, мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда и меры по совершенствованию механизмов соответствующих программ в регионах. Согласно дорожной карте, на 1 января 2012 года аварийными признаны 17 многоквартирных жилых домов с общей жилой площадью более 4000 квадратных метров. На 1 июня текущего года расселено 14 аварийных домов площадью жилых помещений 3500 квадратных метров. Благоустроенные квартиры получили 293 жителя. До конца года будут расселены 43 жителя трех оставшихся аварийных домов. Небольшой объем аварийного жилищного фонда позволяет ликвидировать его без привлечения средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. Обязательство по ликвидации аварийного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, будет выполнено в Нинецком округе к 1 января 2015 года исключительно за счет средств консолидированного бюджета субъекта, отметил глава НАО Игорь Кошин. Для решения жилищной проблемы посмотрели все возможные резервы с моей командой, с мэрией города, с подрядчиком нам удалось все необходимые условия. И в этом году мы получим порядка 520 квартир, которых быть в принципе не должно. Речь идет о резкой активизации строительства в районе улицы Авиаторов. Эти 520 квартир разойдутся на социальную очередь и на переселение из ветхого жилья. Снося ветхое аварийное, появляется возможность получить новые земельные участки под квартальную застройку. Сколько денег из бюджета округа на переселение граждан из аварийного жилья было направлено в прошлом году, подсчитали финансисты округа. Общая площадь введенных квадратных метров составила чуть более 16 тысяч квадратных метров. Цифры озвучили на публичных слушаниях по исполнению бюджета. Всего доходы в бюджет Нинецкого округа за прошлый год составили больше 13 миллиардов рублей. По сравнению с 2012 годом доходы увеличились почти на 16%, а по сравнению с 2009 годом в 2,5 раза. Это обусловлено ростом поступления от Харягинского месторождения. Основной окружной бюджет за 2013 год исполнил с профицитом больше 160 миллионов рублей. Дебетовая задолженность окружного бюджета на начало нынешнего года чуть больше миллиарда рублей, из которых 888 миллионов – трансферы, не освоенные Наринмаром и Заполярным районом. Такая ситуация начальника управления финансов беспокоит. Справляться с ней будут посредством централизации полномочий. В администрации округа уже создана рабочая группа по их перераспределению с 2015 года между муниципальными образованиями и регионом. У субъекта есть право эти полномочия исполнять самостоятельно, и для того, чтобы население не страдало от тех проблем, которые сегодня есть. То, что мы деньги не осваиваем в бюджете, мы четко понимаем. Что-то непостоянное школы, это неполученное жилье, это другие социальные проблемы решенные. Централизовать часть полномочий позволяют новые поправки в федеральное законодательство о местном самоуправлении. Сельским поселениям обязательными остались 13 полномочий, другим типам муниципальных образований – 16. Оставшиеся власть региона вправе забрать на уровень субъекта. Централизация в первую очередь может коснуться строек. Согранилась тенденция с 2012 года по наибольшему удельному весу возврата остатков по главному администратору доходов, управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Ненецком автономном округе, что свидетельствует о невыполнении долгосрочных целевых программ округа, нарушении сроков строительства, недостаточных взаимодействий. На наш взгляд, управление строительства и ЖКХ в Ненецком автономном округе с муниципальными образованиями. На обеспечение населения жильём и его благоустройство в прошлом году из бюджета округа направлено 17,5% всех расходов. 215 семей переселено из ветхого жилья в новые благоустроенные квартиры, построенные за счёт средств окружного бюджета. По договорам социального найма 43 семьи, 143 человека улучшили жилищные условия. 74 семьи или 210 человек получили жильё по договорам найма специализированного помещения. Общая площадь построенного или приобретённого жилья по этим программам больше 16 тысяч квадратных метров. В 2013 году поддержку по приобретению жилья в климатически благоприятных регионах получили 33 семьи. Исполнение бюджета Нарилмара в прошлом году и свою деятельность оценили депутаты городского совета. Они провели предканикульную сессию, всего рассмотрев 28 вопросов. Большая часть была посвящена названию улиц. Так, на карте города появится проезд стивидеров. Где он будет находиться и, главное, кто такие стивидеры, расскажет Ирина Цепетова. Сессия началась с отчёта о деятельности совета за 2013 год. Председатель Ольга Старостина представила депутатам результаты их совместной работы. Отдельно была отмечена работа с молодёжью. Ярко проявила себя общественная молодёжная палата. Организации и мероприятий, в числе которых тренинги, благотворительные акции, встречи с органами госвласти и внесения предложений в долгосрочные целевые программы, одна из которых – молодёжь города на 2014-2016 годы. Сегодня, когда есть такое у нас взаимодействие с молодёжью в городе, мы чётко понимаем, что надо сегодня молодёжи в городе. Какие направления необходимо немножко даже подталкивать. Те же детские площадки, те же спортивные площадки, тот же молодёжный центр. Говорили об освоении бюджета за 2013 год. Он исполнен по доходам на 2,6 млрд рублей или 80% от запланированных за год поступлений. По расходам почти 3 млрд или 76% от плана. По словам специалистов, низкое исполнение бюджета наблюдается по программе обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной и транспортной инфраструктурами. Основная причина неосвоения средств – нарушение сроков выполнения работ. Застройка города ведётся в соответствии с генеральным планом. Он принят на 2012-2030 годы. В нём нашло отражение развития всех сфер жизни города. Сделан социальный срез города на сегодняшний момент. То есть подведён итог всем сферам жизни города. Социальным структурам строительства, экономическим каким-то показателям. План застройки также учитывает демографические показатели. Кстати, по оптимистичным оценкам специалистов, население города к 2020 году составит 25 тысяч человек. Город строится, появляются новые улицы и вместе с ними новое название. О присвоении названий вновь образуемым территориальным единицам также шла речь на сессии. Так, например, территория бывшего лесозавода обретёт название проезд стивидоров. Стивидоры – это люди, которые занимаются погрузкой судов. В данном случае на лесозаводе занимались погрузкой судов с продукцией лесозавода. Также на карте города появятся улицы Звёздная, Народная, Прибрежная и проезд лесопильщиков. Сейчас мы прервёмся, и вот о чём пойдёт речь сразу после рекламы. В сентябре жители и гости окружной столицы увидят аэропорт в новом облике. В конкурсе на выполнение работ по облицовке здания аэропорта приняли участие пять строительных компаний. В соглашении между Башнефтьполюс и администрацией округа предлагается внести изменения, согласно которым нефтяная компания выделит 43 миллиона рублей. На какие цели будут выделены средства – далее в нашем выпуске. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение – срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Лайтхаус-кафе – это место вне времени и без напыщенного гламура. Приятные моменты, встречи с друзьями, чудесные новости, вкусная кухня – это мгновения, ради которых мы живем. И для которых мы открыли Лайтхаус-кафе. Первомайская, 7А, 8-911-591-44-44. Продолжаем наш выпуск. Эффективность программ по развитию туризма и физической культуры в округе оценили на 99,4%. На очередном заседании администрации округа управление образования доложило о результатах реализации долгосрочных целевых программ. Их эффективность оценивается по таким показателям, как освоение бюджетных средств, проведенные мероприятия и количество участников программы. Почему не дотянули до сотни, расскажет Валентина Чибичек. Развитие туризма и спорта в округе – полномочия управления образованием и молодежной политикой. По итогам 2013 года две соответствующие программы были исполнены почти на 100%. Главный итог по программе развития спорта – участие Ниньского округа в экспозиции регионов в Сочи. Почти два месяца представители округа работали на экспозиции, рассказывая о регионе на международной площадке. Развитию туризма в большей мере способствовали гранты, которые ежегодно предоставляются на реализацию самых интересных проектов. По туризму мы не можем говорить, что контингент – это дети, потому что понимаем, что туристические операторы, которые у нас осуществляют свою деятельность, они получали в рамках данной программы гранты на поддержку своей отрасли в соответствии с теми проектами, которые были представлены. Рассмотрели на заседании и поддержку отличников. Ученики общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений за успехи в обучении получают окружные стипендии. Для учеников сумма составляет от 200 до 400 рублей в зависимости от класса, для студентов – от 900 рублей в месяц. Главный финансист округа расценил эту поддержку как неэффективную раздачу денег, поскольку стипендии ощутимой поддержки учащемуся не дают, но сумма сильно бьет по бюджету. К тому же не все из студентов, получающих стипендию, возвращаются обратно в округ. Мы оказываем эту поддержку тем студентам, которые действительно хорошо учатся, отлично учатся, отлично хорошо учатся. И вот таких студентов желательно, конечно, привлекать для того, чтобы они возвращались после учебы сюда, на Энмар. Поэтому, может быть, надо не тысячу рублей платить, а 20 тысяч платить. Вопрос о целесообразности этой поддержки оставили до формирования бюджета следующего года, так что стипендии пока сохраняются. Также одобрили поощрение учителей-наставников. За каждого победителя межрегиональных и всероссийских олимпиад им полагается по 15 тысяч рублей. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Наринмарский аэропорт приобретет новый облик. Объединенный авиаотряд провел конкурс на выполнение работ по облицовке здания аэропорта. Участниками конкурсных процедур стали пять строительных компаний, из которых три зарегистрированы в Архангельске и две в Нинецком округе. Победил представитель поморья компания «Ремстройкомплекс». Сумма контракта составила почти 34 миллиона рублей. Проектом предусмотрена облицовка здания аэропорта полированным керамогранитом. Это один из самых прочных и износостойких отделочных материалов. Он практически не подвержен износу, обладает низким водопоглощением и устойчивостью к резким перепадам температур воздуха и ультрафиолету. Керамогранит не теряет со временем первоначальный цвет. Кроме того, предполагается использование витражей и художественная подсветка здания. Еще одно новшество, ожидающее пассажиров – перенос центрального входа в здание аэровокзала. Его сделают ближе к остановке общественного транспорта. По стороны перона к зданию аэропорта намечено пристроить дополнительный павильон, чтобы чемоданы и сумки не страдали от непогоды. 43 миллиона рублей планируется вложить в инфраструктуру и социальные проекты округа. Деньги на эти цели будут выделены Башнефтьполюс в рамках соглашения между компанией и администрацией НАО. Изменения в соглашении обсудили депутаты окружного парламента на заседании постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера. Соглашение между администрацией Ненецкого округа и компанией Башнефтьполюс подписано в 2012 году. Ежегодно между сторонами подписывается протокол о сотрудничестве. В документ предлагается внести изменения, согласно которым нефтяная компания в этом году выделит 43 миллиона рублей. Высказанные предложения парламентарии согласовали и рекомендовали. Это финансирование, приобретение, доставка и монтаж детского ворового комплекса «Скажечное королевство» в сумме 16-977. Второе – это финансирование работы по благоустройству, озеленение города и поселка Искатель. Третье – это приобретение современного оборудования для оснащения классов физики, химии, биологии школы. Высказанные предложения парламентарии согласовали и рекомендовали при подготовке проекта уточнить сроки и механизмы финансирования. Окончательное решение по вопросу будет принято на сессии. Мы снова прерываемся на рекламную паузу, и вот о чем пойдет речь далее. Четыре населенных пункта округа за три дня посетила делегация Заполярного района во главе с Александром Безумовым. Осмотрели коммунальные и социальные объекты, отчитались о работе администрации района за год и встретились с жителями. Что волнует жителей села, расскажем далее. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Продолжаем наш выпуск. Амдерма, Устькара, Каратайка и Варнак. Делегация Заполярного района во главе с Александром Безумовым вернулась из рабочей поездки по восточной части Нинецкого округа. За три дня удалось осмотреть четыре населенных пункта, оценить ход подготовки к зиме и провести встречи с населением. В турне по селам побывал наш корреспондент Дмитрий Щепанов. На аэродроме в Каратайке оказалось сразу три борта. Небывалое событие для поселка. Рейсовый, дополнительный и специальный, который привез делегацию работников администрации Заполярного района и депутатов районного совета. Цель понятна. Контроль, как идет подготовка к осенне-зимнему периоду, что запланировано на объектах жизнеобеспечения сделать, на социальных объектах, какие работы выполняются. Может быть, где-то подсказать, что еще нужно сделать. Программа в населенных пунктах стандартная. Осмотр коммунальных и социальных объектов, доклад о работе администрации района за год, встреча с жителями и разговор о проблемах, которых хватает в каждом населенном пункте. К примеру, в Каратайке жители пожаловались на трудности с авиасообщением. Мест на основном рейсе в сезон отпусков не хватает, а дополнительный пускают не всегда. Для решения этого вопроса хватило простого объяснения. Если дополнительный рейс заполняется хотя бы наполовину, Наринмарский авиаотряд предоставит борт. Если жители поселка будут отправляться в путь сообща и записываться на вылет, проблем с перевозками быть не должно. Немного сложнее оказалось ответить на вопрос у жителей Амдормы, когда будет построен православный приход. Строительством, естественно, культового этого заведения администрация заниматься не может и не будет. А все вопросы по согласованию этого участка, по запросу с представителями церкви, они произведены и дальше действительно никуда не пошло. Главу администрации Владимира Чунихина жители поселка обвинили в бездействии. Однако в соответствии с Конституцией церковь в России от государства отделена и о постройке культовых заведений за счет бюджета не может быть и речи. Амдорминцам следует собрать пожертвования самостоятельно или дождаться решения епархии. В поселке Усть-Кара делегации пришлось взывать к сознательности гражданского общества. Строящемуся детскому саду нужны дополнительные рабочие. Подрядчик готов предоставить людей, но сельчанам на сходе предстояло решить, где разместить еще 20 строителей. Видно на этих встречах, что люди болеют душой за свой населенный пункт. Люди подсказывают власти, люди критикуют власти, люди помогают, общаются. Это нормально. Это нормальный диалог. Те вопросы, на которые нельзя ответить немедленно, записаны. Их предстоит обсудить внутри администрации Заполярного района или вынести на региональный уровень. Основная цель таких встреч – получить ответ на вопрос, куда двигаться дальше из первых рук. Работа властей после каждой встречи будет корректироваться и подстраиваться под запросы жителей Заполярного района. Дмитрий Щепанов, Александр Усачев, Телеканал «Север». Контроль с воздуха. Руководители СПК «Ижемский оленевод» совместно со специалистом научно-производственной компании «Северпроект» совершили воздушный мониторинг земель, на которых ведут свою деятельность компании «Печора нефть» и «Лукоил». Также оценили ход рекультивации земель на Лаеворском месторождении. Подобные облеты месторождений проводятся два раза в год, чтобы оценить, не опасно ли соседство нефтяников с оленеводами, ведущими традиционный образ жизни на прилегающих к нефтяным месторождениям территориях. На территории СПК «Ижемский оленевод» пасётся порядка 30 тысяч оленей колхозного поголовья и 9 тысяч частного. Соседства с недропользователями зачастую бывают печальным. Уничтожение пастбищ, нарушение режима использования земель, неконтролируемые разливы и выбросы. СПК уделяет большое внимание природоохранному контролю на месторождениях. Ещё одну опасность для животных несут заброшенные промыслы. Таких немного, однако оставленные бочки с химикатами, груды железа и мусора могут навредить. Нарушения налицо, в принципе, зафиксированы сегодня. Результаты, я думаю, что мы, конечно, в первую очередь поставим это нефтедобывающей компанией на этих нарушениях. А если они там реагировать не будут на наши претензии, то будем дальше привлекать на природоохранные структуры управления соответствующие. О зафиксированных нарушениях руководство СПК ставит в известность руководство нефтяных компаний. И нефтяники, как правило, на замечания реагируют. Правда, не все. Так, например, компания «Печора нефть» после неоднократных предупреждений продолжает нарушать природоохранное законодательство. Мы с воздуха выявляли, где произошли нарушения границ отведенных земель или нарушения режима использования зимника. И в тех точках делали посадки, замеряли, на сколько метров они углубились. Специалисты смотрели, как оборудованы амбары, куда сливаются использованные буровые растворы. Зафиксировали утечки разливых ямреагентов и подтоварных вод. Ну, там еще надо проверить, чтобы были колодцы, и чтобы там периодически брали на анализ эту воду в колодцах и проверяли, нет ли где просачивание из отстойника этих грунтовые воды и распространение этих отравляющих веществ по запределу этого отстойника. Заключительную оценку специалисты дадут после более глубоких исследований. Химические анализы почвы и воды, детальный расчет площадей, которые используются несанкционированно, запланированы на август. Надежда Литкова, Ольга Смирнова, Телеканал «Север». Ростнефть-класс выпустил первых специалистов. Цель этого проекта – обеспечить приток в компанию молодых специалистов, имеющих хорошую профессиональную подготовку. Аттестаты, почетные грамоты и памятные подарки получили 16 ребят из школы поселка Искателей. Среди них три медалиста. Последние два года для выпускников оказались насыщенными. Как говорят сами ребята, они узнали немного больше, чем обычные школьники. Знакомились с изами профессии нефтяника и ее особенностями. Проект «Ростнефть-класс» дал возможность школьникам получить глубокие знания по химии, физике и математике. Но самое главное – помог им стать одной командой. Класс очень дружный. Они успели много раз выехать. И были в Петербурге, и несколько раз в Усинск ездили. То есть у них кругозор однозначно расширился. Были интересные очень конкурсы. И это их сплотило однозначно. То есть класс одно целое. Я думаю, они будут продолжать дружить и за пределами школы. В такой сплоченности в классе добились благодаря специальной программе. Вместе школьники ходили на экскурсии, встречались с молодыми специалистами и ветеранами. Выезжали на семинары и многое другое. Это помогло многим определиться с профессией. Честно, я бы не хотела быть нефтяником. Все-таки это мужская профессия. Но связать свою жизнь с нефтью можно экономистом. Но вот хотелось бы попасть в нефтяную компанию. Первых выпускников «Ростнефть-класса» поздравили представители власти Заполярного района и предприятия «РН Северная нефть». С выпускниками они не прощаются. Наши службы и кадровые политики, они отслеживают судьбу этих ребят, куда они поступили. Сейчас четыре человека идут по нашему продвижению в Ухтинский государственный университет на места, которые специально предусмотрены до них. Уже сейчас объявлен набор в «Ростнефть-класс» среди выпускников девятых классов на будущий учебный год. Прием документов будет идти до августа. Попасть в профильный класс могут школьники со всего Ненинского округа. Требования к новичкам предъявляют серьезные. Все-таки нагрузка в «Ростнефть-классе» достаточно очень большая. Это физика, это математика, это химия, это информатика, это дополнительная довузовская подготовка, это увеличенное количество профильных классов, часов, но это большое количество элективных курсов. Кроме того, большая программа еще профориентационная, и поэтому мы берем туда ребят, которые способны выдержать эту нагрузку. Средний балл в аттестате об основном образовании должен быть не ниже четырех, а оценка по профильным предметам, математика, физика и химия – отлично или хорошо. Также у кандидатов в «Ростнефть-класс» не должно быть медицинских противопоказаний для обучения по программе повышенного уровня сложности.